Здравствуйте друзья. В этом обзоре рассказ пойдет об американском сериале, под названием Парни что надо. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, Парни что надо первый сезон, американский драматический сериал. В послевоенные годы происходит космическая гонка между США и СССР, и никто даже не мог предугадать, какую огромную роль она сыграет для обеих сторон. Ремейк одноименного фильма 1983 года. Если в фильме охватывался период 1947-1963, то в сериале создатели пошли дальше. Действие происходит с 1957 по 1988 годы. Именно в те непростые времена начались напряженные отношения между США и СССР, которые привели к соперничеству в области изучения космоса. Героями стали американские летчики-испытатели, которые не побоялись протестировать самолеты и ракетные устройства. Позже именно эти напористые и целеустремленные ребята станут первыми астронавтами пилотируемой космической программы США под названием «Меркурий». Фильм начинается в 1947 году на базе ВВС США «Эдвардс». Секретный ракетный самолет X-1 готовится впервые в мире преодолеть звуковой барьер. Несколько пилотов уже погибло на этих испытаниях. Отважный пилот, герой войны Чарльз Егер должен лететь на X-1, но, прогуливаясь с женой на лошадях, сталкивается с деревом и ломает себе несколько костей. Тем не менее, воля к победе заставила его подняться, продолжить полеты и первым в мире преодолеть звуковой барьер, 1953 год. Происходит отбор лучших из лучших. Появляются новые лучшие, Гордон Купер, Га с Грисом. Возникает конкуренция. Жена Купера боится за жизнь мужа и постоянно спорит с ним. Позже она с этим смирилась, и убеждает в том же и других жен. Отважных летчиков начинает повсюду преследовать пресса, а начальство объясняет им, что без прессы не будет финансирования. 1957 год. В СССР запущен первый спутник. Американские ученые и военные в смятении. Начинается космическая гонка. Было решено начать набор астронавтов-излетчиков на базе Эдвардс. Егер с самого начала настроен против космической программы, и его не берут в отряд. Всего отобрано семь будущих астронавтов. Они присутствуют на нескольких запусках беспилотных космических кораблей. Но почти все ракеты взрываются на старте или вскоре после старта, что говорит о большой опасности первых полетов. Егер в это время продолжает опасные эксперименты на ракетных самолетах, берет очередной рекорд высоты и скорости. В одном из полетов он свалился в плоский штопор и едва не погиб. 1961 год. Фильм переходит к рассказу о проекте Меркурий. 15-минутный суборбитальный полет Шепарда был первым американским прыжком в космос. И после его успешного завершения Шепард получил национальное признание. В фильме показан забавный эпизод, который был и в реальности. Шепард перед полетом выпил много кофе, но его скафандр не был оборудован туалетом, так как полет предполагался 15-минутным. Однако до старта Шепард просидел в ракете более четырех часов, и чтобы не срывать старт, руководство разрешило ему мочиться в штаны. Панику, возникшую у медиков, у которых начали зашкаливать датчики, унял руководитель полета, просто сказав сквозь улыбку, все нормально, продолжаем работать. Вскоре в аналогичный полет отправляется Грисом. Этот полет омрачен рядом серьезных неприятностей. В частности, при посадке капсула спустилась в волны, которые захлестнули рано открывшийся люк. И капсула вскоре затонула. Грисому удалось выбраться, но вопрос, не по его ли вине произошла авария, остался. В конце концов, его признали невиновным. И США, и СССР используют опыт немецких инженеров и ученых. Этот момент с юмором обыгран в фильме, когда сенатор Линдон Джонсон спрашивает после запуска первого спутника. Это их советские немецкие инженеры помогли им вырваться вперед. Немецкий ученый, собирательный образ, похожий на Вернера фон Брауна, ответил. Ну что вы, сенатор, наши немцы лучше их. Позже Джонсон развил инициативу Кеннеди, создал НАСА и фактически выиграл лунную гонку. Далее идут орбитальные запуски Меркурия, начиная с Гленна и закачивая Купером. На фоне холодной войны и космической конкуренции нам показывают непростые отношения в семьях астронавтов. В частности, пресса постоянно мусолила врожденное заикание жены Гленна, так что ему даже пришлось вмешаться для защиты ее чести. Полет Гленна также не прошел без неприятностей, были проблемы с теплозащитой. Пресса также смаковала это. Но все закончилось благополучно, и Гленн стал самым известным героем со времен полета Чарльза Линдберга. Фильм завершается последним запуском Меркурия. Гордон Купер успешно стартовал в мае 1963 и стал последним американцем, полетевшим в одиночку. Актеры и создатели Патрик Джей Адамс Биография Патрик Джей Адамс – известный канадский актер, который знаком мировому телезрителю преимущественно по сериальным ролям. Долгие годы Патрик исполнял второстепенных персонажей в популярных многосерийных фильмах, но, несмотря на это, запомнился заядлым киноманом как разноплановый актер. В 2011 году Патрик поймал удачу за хвост, снявшись в юридической драме форс-мажора и тем самым притянув к своей персоне внимание общественности. Детство и юность Патрик Джей Адамс родился 27 августа 1981 года в крупнейшем городе Канады, Торонто, провинция Антария, в семье журналиста Клода Адамса. Здесь мальчик окончил северную среднюю школу, причем он не только изучал гуманитарные и точные науки, но также постигал азы актерского мастерства, так как зачастую выступал на подмостках импровизированного школьного театра. Патрик Джей Адамс в детстве Патрик Джей Адамс в детстве правда, Патрик не задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с лицедейством, а участие в сценках и спектаклях было для него приятным хобби и способом отвлечься от учебной суеты. Когда Адамсу исполнилось 19 лет, его родители решили пожить отдельно и подали на развод. Мать будущего актера, уроженка Америки, перебралась со своим любимым ребенком в город ангелов. Патрик Джей Адамс в молодости Патрик Джей Адамс в молодости, безусловно, центр мировой киноиндустрии Лос-Анджелес, на просторах которого находится фабрика звезд, оказал положительное влияние на молодого человека, загоревшегося желанием стать новоиспеченной звездой на небосводе кинематографа. Поэтому парень без раздумий подал документы в престижный университет Южной Калифорнии, который окончил со степенью бакалавра искусств. Фильмы Патрик Джей Адамс дебютировал перед режиссерскими камерами в 2003 году. Это была американская комедия Тодда Филлипса «Старая закалка», повествующая о необычной жизни парня Митчи, который, бросив подружку, пытается начать жизнь с чистого листа и основывает студенческое братство. Патрику досталась мимолетная и непримечательная роль, но зато начинающему актеру посчастливилось поработать на съемочной площадке с мировыми звездами кино Люком Уилсоном, Винсом Воном, Елен Помпео, Наташей Лайон и другими знаменитостями. Патрик Джей Адамс в фильме «Старая закалка» Патрик Джей Адамс в фильме «Старая закалка» После своей первой роли Патрик все чаще стал появляться в сериалах, которые транслировались на американских телеканалах в прайм-тайм. К их числу относятся Джек и Бобби, 2004, Детектив Раш, 2004, Сильное лекарство, 2004, 4 Исла, 2006, Огни ночной пятницы, 2006 и прочие популярные многосерийные фильмы. Хотя Адамсу и не доставались роли главных персонажей, молодой человек не отчаивался и ждал, когда настанет его звездный час. Примечательно, что Патрику посчастливилось поучаствовать в Робинзонаде «Остаться в живых», этот сериал в мгновение ока стал культовым феноменом. Патрик Джей Адамс в сериале «Остаться в живых» Патрик Джей Адамс в сериале «Остаться в живых» 2009 Патрик исполнил роль в сериале «Робо Томаса Купидон». Эта комедия повествует о непростом молодом человеке по имени Тревор Пирс, Бобби Канноваля. Главный герой представился своему психологу Клэр МакКрей, Сара Полсон, богом любви и рассказал историю о том, что был изгнан Зевсом с Олимпа за излишнюю занощивость, поэтому пытается выполнить свой божественный долг на земле. Патрик Джей Адамс в фильме «Девушка из прогноза погоды» Патрик Джей Адамс в фильме «Девушка из прогноза погоды» В том же году канадец исполнил одну из главных ролей в комедии «Девушка из прогноза погоды» 2009 Сюжет картины вращается вокруг блондинки Сильвии, Трише Оу Келли, которая, рассказывая в прямом эфире о грядущих осадках, узнала об измене своего кавалера. Также Джей Адамс поучаствовал в психологическом детективе «Обмани меня» 2009, в котором доктор Кел Лайтман, бросив взгляд на собеседника, способен в мгновение ока отличить правду от лжи. Патрику посчастливилось поработать на одной киноплощадке с Тимом Ротом, Келли Уильямс, Моникой Реймонд, Хейли Макфарланд и Брендендом Хайнсом. Патрик Джей Адамс в сериале «Милые обманщицы» Патрик Джей Адамс в сериале «Милые обманщицы» В 2010-м Патрик мелькнул в многосерийном фильме «Милые обманщицы». Молодежная драма окунает зрителя в историю четырех подруг, пытающихся разгадать тайну своей пропавшей приятельнице Элисон. Помимо Адамса, в сериале сыграли Троен Белиссария, Эшли Бенсон, Холли Мари Компс и Энн Хардинг. В следующем году Патрик Джей Адамс поймал птицу счастья, потому что харизматичный актер удостоился главной роли в популярной юридической драме Форс-мажора, показывающейся на американском кабельном канале USA Network. После участия в Форс-мажорах Патрик обзавелся миллионной армией поклонников и удостоился всеобщего признания и славы. В этом многосерийном фильме канадец примерил на себя образ Майка Росса, который мечтал заниматься юридической деятельностью, но из-за того, что попытался продать студентам правильные ответы на тест по математике, был отчислен из колледжа. Хотя Майк обладает феноменальной памятью и незаурядными умственными способностями, из-за роковой ошибки ему приходится перебиваться случайными заработками. Однако встреча со звездой адвокатуры Харви Спектором, Габриэл Махт, в корне меняет его судьбу. Примечательно, что за участие в Форс-мажорах Патрик Джей Адамс получил индивидуальную награду, а также был номинирован на премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Патрик Джей Адамс и Габриэл Махт Патрик Джей Адамс и Габриэл Махт в 2012 году Патрик Джей Адамс вновь пополнил свою фильмографию, перевоплотившись в Натана Израиля в драматическом сериале «Удача! Фарт». Этот многосерийный фильм повествует о спекулянте Честере Бернштине. Дастин Хоффман, по прозвищу Туз, который после выхода из тюрьмы планирует провести грандиозную аферу. Актер Патрик Джей Адамс Актер Патрик Джей Адамс через два года актер исполнил главную роль в «Леденящем кровь» мини-сериале «Ребенок Розмари» 2014. Сюжет триллера строится вокруг некой Розмари Вудхоуз, которая уверена, что ее соседи – участники сатанинского культа. Помимо Патрика, в этой киноленте сыграли Зоя Салдана, Кароль Буки, Кристина Коул, Джейсон Айзекс и Оливьера Бурден. В том же 2014 году копилку Адамса пополнила роль в научно-фантастическом телесериале «Темное дитя», где главных персонажей исполнили Татьяна Маслани, Джордан Джаварис и Дилан Брюс. Личная жизнь Патрик Джей Адамс не любит делиться с журналистами подробностями своей личной жизни, предпочитая не делать достоянием общественности то, что осталось за кадром. Однако, жаждущие сенсаций папарацци сделали вывод, что актер встречается с коллегой по цеху Троен Белиссария, потому что молодые люди часто проводят время вместе. Так тайное стало явным, а поклонники канадца стали гадать, когда же настанет день свадьбы. Актер не разочаровал преданных фанатов и сделал предложение руки и сердца Троен, которая ответила согласием. 10 декабря 2016 года влюбленные поженились в Калифорнии. Фотографии со свадьбы можно посмотреть на официальной страничке жены Патрика в Инстаграме. Также известно, что в свободное от работы время Адамс любит фотографировать, коллекционировать фотокамеры и заниматься спортом. Патрик Джей Адамс сейчас, в 2016 году Патрику достоился эпизодической роли в сериале Легенды завтрашнего дня, а также сыграл в драме Гончий псы. Известно, что в 2017 году Адамс продолжает участвовать в сериале Форс-мажора, который затянется вплоть до 2018 года. Помимо прочего, актер пополнит творческую биографию комедии Room for Rent, которую зрители увидят предположительно в 2017 году. Главные роли исполнили Бред Гельман, Марк МакКинни, Стефни Уир, Стёффен МакИнтайр, Марк Литтл, Эрик Отхаваля и другие звезды кино. Также, по слухам, Патрик вместе с Белиссарио снимется в фантастической Лете Клара, выход которой пока не обозначен в СМИ, Патрик Фишлер, Патрик Фишела, актер, фото, биография, фильмография, новости Патрик Фишела, Патрик Фишлер, актер, дата и место рождения, 29 декабря 1969 года, 50 лет, Лос-Анджелес, Калифорния, ша-американский актер. Патрик Фишлер, Патрик Фишела, окончил знаменитую школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, после чего стал одним из основателей Лос-Анджелесской театральной труппы Норатик Янг и Орбан Эйц. На экране Патрик дебютировал в 1990 году, снявшись в одном из эпизодов сериала Тихая пристань, Натс Лендинг. С тех пор актер сыграл около сотни ролей в кино и на телевидении. Наиболее заметные работы Фишлера, картины Скорость, Спид, Старая закалка, Олдскул Малхолланд Драйв, Малхолланд Докта, Два ствола, Два ганс и сериалы Блудливой Калифорния, Калифорникейшн, Остаться в живых, Лост, Безумцы, Мэтмен, Саутленд, Саутленд, Детектив Нэш Бриджес, Нэш Бриджес. С 2004 года Патрик Фишлер женат на актрисе Лорен Боулс, Лорен Боулс. В 2009 году у пары родилась дочь Фиа, Фиа. Эрик Ладен биография Эрик Ладен, Эрик Ладен, имеет еврейское происхождение. Он увлекся актерским мастерством еще во время обучения в средней школе. Сразу после окончения школы он переехал в Лос-Анджелес, где поступил в Университет Южной Калифорнии в школу драматического искусства. Эрик получил степень бакалавра в области театра. Актер женился на модели и стилисте Катя Ладен, а в 2012 году у них родился сын по имени Макс Филд Дэвид. Эрик Ладен в кино и над в первую роль на большом экране Эрик получил в 2003 году в фильме Кошмар дома на холмах. Впоследствии он появлялся в таких кинокартинах, как Оборотни, Звезды бара, Парк Хайленд и Снайпер. Прорыв в его кинокарьере и первая популярность пришли к после съемок в мини-сериале Поколение убийц и в телесериале Безумцы в 2008 году. В 2011 году он получил роль второго плана Джейми Райта в сериале Убийство. Другими популярными работами стали роли в телесериалах Закон и Порядок, Специальный корпус и Подпольная империя. В 2016 году актер сыграл небольшую роль в кинокартине Перерождение и в фильме Волки у двери, а также исполнил роль Роберта Сайтеза в военной драме После Валькирии, Рассвет четвертого рейха. Американский актер кино и телевидения, наиболее известный по роли Нейтана Скотта в популярном телесериале Холм одного дерева, Ван Три Хилл, 2003-2011. Джеймс Лефферти, Джеймс Леффетти, родился 25 июля 1985 года в городе Хэммит, штат Калифорния. Еще в детстве проявились две главные страсти Джеймса. Он брал уроки актерского мастерства и активно играл в баскетбол. В шкальные годы он достиг определенных успехов в обоих увлечениях. Лефферти был членом школьной команды и за свои спортивные достижения получил награду МВП, а также начал профессиональную актерскую карьеру. В 2001 году Джеймс получил первую постоянную роль в сериале Эмэрил, а в 2002 сыграл в телефильме А Сезон Он Зе Бринг. Позже он появился в сериале Первый понедельник, First Monday, 2002, а в картине Мальчики в бегах, Boys on the Run, 2003 исполнил одну из главных ролей. С 2003 года по настоящее время Джеймс Лефферти снимается в успешном молодежном проекте «Холм одного дерева», где играет одного из основных героев. Эта роль принесла Джеймсу немалую популярность, и он начал получать приглашение на съемки в других картинах, но актер верен сериалу. Ради работы в холме одногодеревал Лефферти регулярно отказывается от довольно выгодных предложений. Биография Шеннон Лучи родилась 25 июня 1980 года, участвовала в написании сценария к фильму Grave Dawn, 2010. Принимала участие в съемках и озвучивании фильмов «Праздник любви», 2007, «Светлячки в саду», 2008, «A House Divided», 2006, и другие. Сериалов «Полиция Нью-Йорка», 1993, 2005, «Анатомия страсти», 2005, 2014, «Настоящая кровь», 2008, 2014, и другие. Выполняла функции продюсера фильмов «Багаж на выходные», 2008, «Рок-мафия» представляет, «The Big Bang», 2010, «Aman», 2012, и другие. Джейк Макдорман, Яки Макдорман, актер, фото, биография, фильмография, новости Яки Макдорман, Джейк Макдорман, актер, дата и место рождения, 8 июля 1986 года, 34 года, Даллас, Техас, Шарост, 1,83 американский актер, известным по своим ролям в сериалах «Университет», «Любовь на Манхэттене», «Доктор Хаус», и другие. Джейк Макдорман, Яки Макдорман, биография «Полное имя Джейка Макдормана», Джон Аллен Макдорман и В, Джон Аллен Макдорман и В. Актер дебютировал на телевидении, сыграв эпизодическую роль в C. S. I. Место преступления Майами, спин-оффе популярного сериала C. S. I. Место преступления. Регулярную роль он получил в 2004 году, в ситкоме телеканала Фокс Петерняшки. Правда, сериал просуществовал всего один сезон. После этого Джейк Макдорман сыграл в подростковых фильмах «Аквамарин» и «Добейся успеха 3. Все или ничего». С 2007 по 2011 год Макдорман снимался в сериале ABC Family University. После закрытия ситкома NBC «Где ты, Челси», актер присоединился к команде сериала «Шоу тайм Бесстыдники». В начале 2014 года зрители увидели Макдормана в главной роли ситкома ABC «Манхэттинская история любви», а весной того же года снялся в биографическом боевике Клинта Иствуда «Американский снайпер». Осенью 2015 года телеканал CBS презентовал фантастический сериал «Область тьмы» первый сезон, снятый режиссерами Нилом Бергером и Марком Уэббом по одноименному полнометражному экшн-триллеру 2011 года. В сериале Джейк Макдорман сыграл главную роль. Его партнерами по съемочной площадке стали Брэдли Купер, Дженнифер Карпентер и Мэри Элизабет Мастрантония. Колин Адонахью Биография молодого ирландского актера Колина Адонахью вынесла на пик мировой популярности роль капитана Крюка, сыгранная в драматическом фэнтези-сериале «Однажды в сказке». Настоящим фанатам обаятельного ирландца известно, что талант и их кумира многогранен. Колин – прекрасный рок-музыкант и вокалист, театральный актер и шоумен. Детство и юность родилась будущая звезда экрана в первый месяц 1981 года в портовом ирландском городе Дроида, что в 56 километрах от Дублина. Родители, ремокатолики Кон и Мэри, назвали первенца Колин Артур Джеффри Адонахью. Позже на свет появился второй сын Ален. Ребят воспитывали в любви и строгости, прививая религиозность и уважение к семейным ценностям. Актер Колин Адонахью Колин рос артистичным мальчиком, что проявилось в детстве и юности, когда он учился в общеобразовательной школе Дроиды. Окончив ее, Адонахью отправился в Дублин, где получил азы актерского мастерства в студии Гайретти. В 16 любознательный юноша для расширения кругозора поехал в Париж, где изучал французский язык и знакомился с культурой страны. По возвращении на родину продолжил шлифовать актерские навыки, мечтая о карьере артиста. Фильм и творческая биография Колина Адонахью началась на театральных подмостках, но ирландец быстро перекочевал на телевидение, сыграв первые роли в малобюджетных проектах. В 2001-м зрители увидели артиста в фильмах «Мыльная опера» и «Мятежное сердце». Спустя год актер появился в образе Нормана Квеста в драмедии норвежского режиссера и сценариста Бента Хаммера «Домой на Рождество». В 2003-м за работу в картине Адонахью получил национальную премию как талантливый новичок. Колин Адонахью – кадр из сериала «Клиника». Колин Адонахью – кадр из сериала «Клиника». В 2004-м молодого артиста пригласили на роль Питера в малобюджетную ленту «Любовь – это наркотик». Но не этот проект, а следующий, датско-ирландское телешоу «Доказательство». Принес Калину Адонахью узнаваемость в Британии и Ирландии. Английский режиссер Джон Мэддин предложил ирландцу эпизодическую роль «Парня по имени Джейми». А ключевых героев в драме сыграли голливудские звезды Гвинет Пелтроу, Энтони Хопкинс, Хоуп Дэвис и Джейк Джилленхол. Картина с таким звездным составом не могла остаться незамеченной, как и молодой актер, появившийся в проекте с легендами мирового кинематографа. Неудивительно, что с этого момента на Адонахью обратили пристальное внимание и другие режиссеры и продюсера. Калину предложили роли в проектах «Город сказка» 24-7 «Клиника». Колин Адонахью – кадр из сериала «Тюдоры» Колин Адонахью – кадр из сериала «Тюдоры». Настоящей удачей для восходящей звезды стало участие в исторической драме британского режиссера и сценариста Майкла Херста. Мэтр предложил артисту перевоплотиться в образ герцога баварского, Филиппа, с чем тот, по оценкам критиков и зрителей, справился блестяще. Многосерийная драма «Тюдоры» принесла ирландцу, появившемуся на экранах в третьем сезоне, первую громкую славу и опыт съемок в масштабных исторических проектах. Работа в «Тюдорах» открыла Калину Адонахью – двери на фабрику грез. В 2011 году зрители увидели талантливого актера в двух американских фильмах. В первом «Драматическом детективе» Гарри Фледера «Идентификация», Колин снялся вместе с Анджелой Бассетт и Бри Тернер. Колин Адонахью и Алисе Брага – кадр из фильма «Обряд». Кинокритики и телезрители прохладно встретили ленту. Зато вторая картина, мистический триллер «Обряд» имела кассовый успех и трижды перекрыла затраты на съемки. Шведский режиссер Мика Эльховстрём, прописавшийся в Голливуде, собрал на съемочной площадке звездный состав, не нуждающийся в представлении. Обряд – экранизация книги Мэтта Баглия об экзорцистах и проводимых ими обрядах изгнания бесов. Семинарист Майкл Кавак, Колин Адонахью, покинув стены духовного учебного заведения, скептически воспринимает обряд экзорцизма. Но посетив Ватикан, где познакомился с отцом Лукасом Тривентом, Энтони Хопкинс, меняет мнение. Киношного отца семинариста Кавака сыграл легендарный Рудгер Хауэр, Колин Адонахью и Дженнифер Моррисон, кадр из сериала «Однажды в сказке». Спустя год Колина пригласили второй сезон фэнтези сериала «Однажды в сказке», где ему предложили сыграть капитана Джонса по кличке Клюк. Зрителям новый персонаж и актер, его воплотивший, так понравились, что Адонахью снялся во всех последовавших сезонах сериала. Всего вышли семь сезонов проекта. Финал последнего состоялся весной 2018 года. На съемках «Ирландец» встретился с Дженнифер Моррисон, Дженнифер Гудвин, Ланой Пария, Робертом Карлайлом и другими известными коллегами. На сегодня роль харизматичного капитана, лучшая в фильмографии артиста. Колин Адонахью, кадр из фильма «Кэрри Пилби», Колин Адонахью, кадр из фильма «Кэрри Пилби», снимаясь в сериале, Колин Адонахью успевал работать и на площадках других проектов. Весной 2016 года он появился в драме «Песчаная буря», где поклонники узнали актера в ключевом персонаже по имени Брэннон. Это мелодрама о страдающем от жизненных невзгод музыканте, повстречавшем бывшую возлюбленную. От исторических и героических персонажей Колин отдохнул, сыграв комедийного героя в ленте «Кэрри Пилби». Режиссер Сьюзен Джонсон пригласила Адонахью на роль обаятельного профессора Харрисона. Личная жизнь коллеги и друзья Колина утверждают, что он не только внешне, но и внутренне красив. Звездная болезнь чужда Адонахью, он прост и общителен. Журналистам желтых изданий не дает пищи для публикаций, потому что создал крепкую семью, которой очень дорожит. Колин Адонахью и его жена Хелен в 2009 году актер повел под венец девушку по имени Хелен. В 2013 жена подарила ему первенца Эвана, а в 2017 – дочь Милли. Хелен Адонахью не имеет отношения к кинематографу и шоу-бизнесу. Она скромная школьная учительница, хранительница домашнего очага. Личная жизнь звезды сложилась счастливо. Если Колин надолго отправляется на съемки, покидая родную Ирландию, непременно берет с собой серебряное распятие, которое подарила ему супруга. Семья обосновалась в родной для актера Дроиде и не собирается менять город на сверкающей огнями Лос-Анджелес, чтобы оказаться поближе к Голливуду. Колин говорит, что никто не может знать, как дальше сложится судьба и творческая карьера. Слава недолговечна. А дом, где обитают жена и дети, город, в котором родился навсегда с ним, Холин Адонахью и группа The Enemis. Перфект стренджу ирландской звезды есть давнее увлечение, к которому он возвращается в свободное время. Это рок-группа The Enemis, где Адонахью – гитарист и фронтмен. В 2011 коллектив записал альбом, но из-за съемок в Америке артисту пришлось оставить музыку. Осенью 2012 года актер завел страницу в Инстаграме, но не балует подписчиков семейными фото. Адонахью в отличной физической форме. При росте 1 метр 80 сантиметров вес не превышает 73 килограмма. Его подтянутый торс с красивыми мышцами сводит с ума тысячи поклонниц. Колин Адонахью сейчас в августе 2018 года на экраны вышел американский триллер Джоша Мендоза «Что еще остается», в котором Адонахью разделил главные роли с Лулу Антариксой, Мими Роджерс и Доном Нарвудом. Долли Партон и Колин Адонахью в 2019 году в 2019 мужчину увидели в сериале «Сердечные струны» Долли Партон, где главную героиню играет сама актриса и королева кантри Партон, а роли второго плана достались Калину Адонахью, Афине Эйкерс и Сарешахи. Сейчас актер занят на съемках британо-ирландской мелодрамы «Сказка Нью-Йорка». Когда состоится премьера фильма, неизвестно. Эндрю Бернштейн, Эндрю Бернштейн, режиссер, фото, биография, фильмография, новости Эндрю Бернштейн, Эндрю Бернштейн, Эндрю Бернштейн, Эндрю Бернштейн, американский режиссер и продюсер, известен своими работами над сериалами «Чужак», «Академия Амбрелла», «Джек Райан» и другие. Биография Эндрю Бернштейна Эндрю Бернштейн родился в семье известного американского сценариста и продюсера Вальтера Бернштейна, номинированного на премию «Оскар» и его супруги Джудит Браун. Эндрю с ранних лет знакомился с выдающимися актерами, режиссерами и писателями, он рос в атмосфере творчества и магии кинематографа. Неудивительно, что сам он, став взрослым, тоже выбрал для себя профессию в мире кино и телевидения. Творческая карьера Эндрю Бернштейна Режиссерская карьера Бернштейна началась в 2002 году с короткометражной картины «Крыши поцелуев». Затем он приял участие в создании сериала «Западное крыло» в 2005 году, а в 2006 году работал над сериалом «Девять». После этого молодой режиссер стал регулярно получать заказы на работу над единичными или несколькими эпизодами различных телесериалов. В настоящее время он продолжает снимать эпизоды многочисленных сетевых и кабельных шоу, а также разрабатывает собственные проекты. Одним из них стал сериал «Чужак» по сюжету одноименного триллера Стивена Кинга. Джон Дэвид Коулс совсем недавно был исполнительным продюсером и режиссером сериала «Карточный домик Netflix», получившего премию «Эмми» с Кевином Спейси в главной роли. Его полнометражный режиссерский дебют «Признаки жизни» с Винсентом Донофрио и Мэри Луис Паркер в главных ролях выиграл международный приз критиков в «Давиле». Среди других крупных работ «Восходящий сын» с Мэттом Дэймоном и Брайаном Денихи, Дерра с Кевином Спейси и «Хорошая борьба» с Кристин Лахти. В числе работ на телевидении «Родина», получившая премию «Эмми», «Секс в большом городе» и «Западное крыло». Совсем недавно Коулс снял оригинальный сериал «Эпикс» «Берлинская станция» с Ричардом Дженкинсом и Рисом и Фансом в главных ролях. Сериал «Хулу-11» разделить на 22 разделить на 63 по роману Стивена Кинга с Джеймсом Франко в главной роли и «Бешеный псы» Amazon с участием Стива Зана и Мишала Империоле. Среди заслуг исполнительного продюсера «Сиф», получивший премию «Эмми» за Браугера, «Элементари» с Джонни Ли Миллером и Люси Лю, «Анфоргетабл» с Поппи Монтгомери, «Три паундс» со Стэнли Тучи, «Ло энд Ордер», «Криминал интент» с Джеффом Галдблюмом, «Нью Амстадам» с Николаем Костером Вальдау и «Страна чудес» от создателя Питера Берга. Коулс создает оригинальные драмы через Talking Wall Pictures, где он был соавтором и исполнительным продюсером сериала Crash and Burn, а также продюсировал драму CBS «Песни в обычное время». На основе выбора книжного клуба Опры, Си Си Спейсик и Бо Бриджес в главных ролях. В сезоне 2018-19 Крис Лонг получил золотой глобус, премию гильдии продюсеров, премию Афи, премию Тка, премию Critics Choice и премию Peabody, а также был номинирован на две премии «Эмми» и премию «Джаза» последний сезон сериала «Американцы». Он был ведущим режиссером и исполнительным продюсером в сериале, который был критически успешным на FX, в настоящее время он является директором, исполнительным продюсером по подозрению. Ума Турман вела серию съемок в Лондоне в 2020 году для Apple UK. Это его вторая серия для Apple, где он был режиссером и исполнительным продюсером первого эпизода антологии Стивена Спилберга «Удивительные истории». В 2019 году он также снял пилотный эпизод «The Right Stuff» для Netgeo, Warner Bros., который выйдет осенью 2020 года на Disney. Возглавив более 120 проектов в разных жанрах и сняв много сотен часов на телевидении, Лонд заработал заслуженную репутацию одного из лучших телевизионных режиссеров и продюсеров в Голливуде и творческого провидца некоторых из самых успешных шоу. Он родился и вырос в Лондоне, Англия. Он начал работать в индустрии развлечений в качестве звукорежиссера для студий звукозаписи, звукорежиссера театра в Вестенде и в конечном итоге, микшера постпродакшн-дубляжа в студии Малинар в Сохо, что стало его видением в мир телевидения. После переезда в США он продолжил работу в постпродакшене над различными телешоу, включая Миднайт Кола, и быстро поднялся по служебной лестнице, чтобы стать режиссером, продюсером. Его заслуги включают сериалы с самым высоким рейтингом, такие как «Удивительные истории», «Правильный материал», «Человек в высоком замке», «Американцы», «Зоопарк», «Грязь», «Девочки Гилмор», «Сорняки», «Монах», «Без следа», «Сверхъестественная», «Смолвиль», «Лоис и Кларк», «Зе новые приключения Супермена» и «Менталиста», Самая просматриваемая драма 2010 года в мире. Его успех принес ему общую сделку с Warner Bros. TV в 2015 году и его собственной продюсерской компанией Skalai Filmworks Inc., которой он руководит вместе со своей женой Эрин Донован. Через Skalai Filmworks они сняли, сняли и впоследствии продали по всему миру документальный фильм, раскрывающий холодное дело 50-летней давности об одном из самых громких преступлений Великобритании, рассказ о двух ворах, великое британское ограбление поезда, доступный на Netflix. Они продали помещение как драму телеканалу Ива в Великобритании. Кроме того, у них есть множество других проектов на разных стадиях разработки. Несмотря на успехи Лонга и множество наград, он очень гордится разнообразной группой режиссеров и продюсеров, которых он наставлял на протяжении многих лет, которые сами по себе стали талантливыми и успешными режиссерами. Александр Слободяник. Фото, биография, фильмография, новости Александр Слободяник, актер, место рождения, Москва, семейное положение, Мария Машкова, в браке, два детей. Александр Слободяник, российский и американский пианист, актер, режиссер, сценарист, продюсер и оператор. Биография Александра Слободяника. Александр Александрович Слободяник-младший родился в 1974 году в Москве. Отец Александра, Александр Слободяник-старший, был известным советским и американским пианистом и заслуженным артистом РСФСР, мать Александра, Надежда Слободяник, виолончелистка. С пяти лет Александр начал учиться игре на фортепиано. Александр окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени А. И. Чиковского. Когда юноше исполнилось 14 лет, он вместе с семьей переехал в США, где принял участие в конкурсе молодых исполнителей и выиграл его. Последующие несколько лет Александр гастролировал по Европе, США, Канаде, России, Японии, ЮАР и Южной Америке. В 2001 году он записал свой дебютный виниловый диск. Позднее Александр окончил Нью-Йоркскую академию кино. С 2003 года музыкант активно сотрудничает с компанией ВВС. На данный момент Александр Слободяник продолжает свою музыкальную карьеру. Занимается продюсерской деятельностью, а также является владельцем сети магазинов музыкальных инструментов. Личная жизнь Александра Слободяника Александр Слободяник женат на российской актрисе театра и кино Марии Машковой, дочери известного российского актера Владимира Машкова. У супругов двое дочерей, Стефания и Александра. Роберт Кертис Браун сделал карьеру, играя уникальных, разнообразных и интересных персонажей. Этот талантливый актер, получивший образование в Ельском университете, обладает интригующим, доступным присутствием на экране, а также глубиной чувств и юмора. Сложность, которую Роберт привносит в своих персонажей, может быть связана с его воспитанием в округе Бакс, штат Пенсильвания, годами в Ельском колледже, образованием в Ельской школе драмы или его опытом путешествий по миру для работы и удовольствия. Как бы то ни было, с момента своей первой профессиональной роли, только что окончившей Ельский университет, Роберт получил возможность воплощать суть любого персонажа, которого он изображает. Из его ранних работ в Нью-Йорке с Джозефом Папом, Дэвидом Хэром, Аль Пачино, Мартином Шином, Кейт Ниллиган, Джоном Лэндисом, Эдди Мёрфийденом и Экройдом Роберт был отмечен за его способность изображать широкий спектр персонажей. Роберт имеет безупречную репутацию актера у продюсеров, режиссеров и зрителей по всей стране. В трех своих последних полнометражных фильмах Вен Либи со льдом, 2009 год, Хэллоуин Ай-Яй, 2009 год и Мэнер умереть на Зигене, 2009 год, Роберт изображает трех очень разных персонажей. В это сложно он играет Питера, архитектора и друга Мерил Стрип, который познакомит его с Адамом, которого играет Стив Мартин. В этой забавной романтической комедии задействованы все звезды, в том числе Олег Болдуин и Джон Красинский. Хэллоуин 2 режиссера Роба Зомби – это ужасающий фильм ужасов, в котором Роберт изображает душераздирающего отца убитой девушки, который противостоит Малкольму Макдауэлу. Роберт делит экран с Джорджем Клуни, Джеффом Бриджесом и Кевином Спейси в «Людях, который смотрит на коз», в котором он изображает генерала армии, стремящегося опережать русских. На его счету более 120 ролей на телевидении и в кино, в том числе, президент Кеннеди в «Большой любви», 2006 год, надзиратель Дэвис Оленштейн в CSI, Нью-Йорк, 2004 год, поездка Моргана в Акуле, 2006 год, Майлз. Бейнбридж в «Биг Тайм Раш», 2009, Дэн, метеоролог в сериале «Шоу Тайм», «Взгляд», 2010, и Вэн Севанс, Шарпей и Папа Райана, в популярном фильме мюзикл для средней школы для Дисней. Актерская работа Роберта вышла за рамки кино и телевидения. И он считает себя одним из счастливых актеров, которые продолжают работать в театре. Его давняя связь с реперториумом Южного побережья и театром Посадены является источником большой гордости и художественного самовыражения. Роберт также недавно был номинирован на премию Los Angeles Ovation за свои тексты для Матхаус. Свободное время Роберт посвящает нескольким благотворительным организациям, включая фонд помощи детям, руки помощи для слепых и свои местные школы. Свободное время он играет в софтбол, катается на велосипеде, увлекается садоводством, подводным плаванием и путешествиями. Мини-биография IMDb автор Бонни Рэй Роберт Кертис Браун сделал карьеру, играя уникальных, разнообразных и интересных персонажей. Он вырос в округе Бакс, штат Пенсильвания, и получил образование в ельской школе драмы. На его счету более 120 ролей на телевидении и в кино, в том числе, президент Кеннеди в большой любви, 2006, доктор Джозай Розенталь в восприятии, 2014, злой Иван Ронан в переключенном при рождении, 2013, Майлз Бейнбридж, Биг Тайм Раш, 2009, Дэн, метеоролог в сериале Шоу Тайм, Взгляд, 2010, Ивэн Севанс, Шарпей и Папа Райана, в популярном фильме мюзикл для средней школы для Дисней. Актерская работа Роберта вышла за рамки кино и телевидения. И он считает себя одним из счастливых актеров, которые продолжают работать в театре. Его давняя связь с реперториумом Южного побережья и театром Посадены является источником большой гордости и художественного самовыражения. «Свободное время» Роберт посвящает нескольким благотворительным организациям, включая Фонд помощи детям, Руки помощи для слепых и свои местные государственные школы. «Свободное время» он играет в софтбол, катается на велосипеде, увлекается садоводством, подводным плаванием и путешествиями. Том Хиллман, лауреат премии «Кружка драматических критиков Лос-Анджелеса», снова появляется в сериале КВ «Перекрещенные звездами» как постоянный участник сериала «Отец Грея Дэймона». Уроженец Нью-Йорка, Том вырос на солнечном берегу Атлантического побережья, поступил в колледж в центре, а затем отправился на запад, в Лос-Анджелес. В начале своей карьеры, пытаясь ворваться в бизнес, он поддерживал себя случайными заработками, в том числе рисовал номера адресов на бордюрах, играл в Power Ranger на детских праздниках и даже ненадолго проработал тестером на наркотики. Хиллман учился у достойного награды пибоде директора Дона Ричардсона в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в течение семестра, затем был приглашен в его частный класс, где проучился несколько лет. Его повторяющаяся роль приглашенной звезды с Дэвидом Карузо в CSI «Майами» возникла в пилотном переходном эпизоде оригинального фильма CSI «Исследование места преступления режиссера Дэнни Кеннона». Другие телевизионные титры включают армейские жены, в роли доктора Адама Харвуда, уведомления о ожогах «Холм одного дерева», «Квилли счет». В Лос-Анджелесе он играл в многочисленных постановках театра Эквати, включая главные роли в «Она любит меня», «Парни и куклы», «Радио час 1940-х», «Скрипач на крыше», «В лес», «Увидеть, как они бегут», «Рождественский гимн» и «Странствующая леди». Он женат, имеет троих детей, любит путешествовать, заниматься искусством и вести здоровый образ жизни. Димитреус Кастро родился в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и вырос в Бронксе. Дэми, как он предпочитает называть его имя, в очень раннем возрасте обнаружил страсть к актерскому мастерству и пению на всю жизнь. Он жил в Коннектикуте несколько лет, прежде чем обосноваться во Флориде. Он был счастлив в браке с Лиз Кастро с 1995 года и является гордым отцом троих мальчиков. Он известен благодаря The Resident 2020, The Right Staff – 2020, Five Feet Apart – 2019, Murder Rx – 2019, Arkansas – 2020, Bloodline – 2015 и Testament – 2014. Майкл Абланк – американский актер, родившийся и выросший на Среднем Западе. Он учился в Университете Батлера по армейской стипендии Ротк и имеет степень бакалавра делового администрирования. После трехлетней службы в армии он начал 24-летнюю карьеру в крупной фармацевтической компании, занимающейся продажами и управлением продажами на всей территории Соединенных Штатов. Работая в корпоративном секторе, Майкл продолжал служить в армии. В 2006 году, проработав 25 лет, он уволился из армии в звании подполковника. При поддержке своей жены Шелли он совершил большой шаг веры и вышел далеко за пределы своей зоны комфорта. В возрасте 50 лет Майкл начал заниматься чем-то совершенно другим, действующей. Мини-биография IMDb автор, аноним супруг, 1, Шелли Л. Нойхаузер, 21 августа 1993 года. Настоящее время. Интересные факты. 10. Бегал по пересеченной местности во время учебы в колледже. Его любимое занятие – это готовить, бегать по очереди и путешествовать по миру со своей женой Шелли. Майкл – ветеран в третьем поколении. Его дед, Джон Бланк, воевал в окопах Франции во время Первой мировой войны и был отравлен газом. Его отец, Ховард М. Бланк, был ветераном ВОВ и Кореи. Майк – ветеран иракской компании. Имеет степень магистра менеджмента и в течение трех лет преподавал в младшем колледже на курсах продаж и маркетинга. Был показан в медицинских и производственных обучающих видеороликах. Он и Шелли – большие поклонники сериала «Худой человек». Первым приписываемым появлением Майка был агент ФБР в случайном тропическом раю. Его первой выступающей ролью был телохранитель де Карло в Короле Чарльзе. Номинация на лучшую мужскую роль второго плана в 2018 году – Орландо Индепендент Филм Челлендж. Майкл имеет опыт работы в шоу-бизнесе в своем генеалогическом древе. Со стороны отца, Ховард Бланк, он приходится двоюродным братом актеру Бабу Балабану. Со стороны матери, Жаклин Миноли, его дедушка был художником по костюмам всемирно известной парижской оперы. Пол родился в Ричмонде, штат Вирджиния, и в 9 лет дебютировал на профессиональной сцене в роли ведущего в опере Джана Карло Миноти Амали «Ночные посетители». Он изучал Шекспира и актерское мастерство в Лондоне, а затем в Университете штата Флорида, а также в Университете Южной Флориды, где он с отличными академическими достижениями окончил Колледж изящных искусств в 1993 году. Он провел два сезона, выступая в знаменитой региональной фондовой бирже «Эйе». Театральная группа «Американская сцена» в спектакле «Шекспир в парке много шума из ничего и веселые жены Виндзора». Он впервые появился в художественном фильме в фильме «Гражданин вердикт» 2003, с Арманом Асанти и Роем Шайдером. Находясь в гостях у своего брата Патрика Уилсона на съемках «Энгеля в Америке» 2003, режиссер Майк Николс подумал, что для Пола будет весело появиться со своим братом. О работе с Майком Николсом Пол сказал, это был мастер-класс по актерскому мастерству, режиссуре и съемкам фильмов за одну неделю с ним. Пол был продюсером своего первого документального фильма «Внутри колонии умелых писателей», который впоследствии был показан на канале ПБС. Уилсон был одним из основателей фестиваля «Санскринфилм» в Санкт-Петербурге, Флорида, а также президентом и главным исполнительным директором «Вилсон Мидиа» компании, предлагающей полный спектр услуг в сфере развлекательных коммуникаций, которую он основал в 2000 году. Он написал и направил сотни телевизионных рекламных роликов, аранжировал джинглы и музыку. Выступает с обоими своими братьями в их группе The Wilson One, в которой средний брат Марк Уилсон играет на соло-гитаре, а младший брат Патрик Уилсон играет на барабанах. Уилсон Ван выступает только в благотворительных целях, и всего за 10 концертов группа братьев собрала более 250 тысяч долларов для благотворительных организаций во Флориде. Пол также 20 лет является вокалистом оркестров Флориды, исполняющим хиты Фрэнка Синатра и стандарты биг-бенда. Он появился напротив Дженны Эльфман со своим братом Патриком Уилсоном, который вместе с Эшли Джатт и Вупи Голдберг снялся в фильме «Адрианы Трегиани. Большой каменный зазор» 2014, в 2015 году. Продажный роман «Большой каменный зазор» 2014 был полностью снят в Большом каменном ущелье, штат Вирджиния, где родился и вырос отец Пола и Патрика, Джон Уилсон. Патрик и Пол Уилсон остались в доме детства своего отца во время съемок на Уилсон-Роуд. В 2020 году Пол снова появится на экране вместе со своим братом Патриком в третьей части сериала Джеймса Вана «Заклятие» в роли осажденного отца Карла Кладца и Оля в «Заклятии 3», «Айм Банна де Стюфелс» 2021 и двух долгожданных фильмов «Дэниела Мирика Скайман» 2020 и «Блэк Вейл» 2020. Немногие актеры в мире сделали карьеру столь же разнообразной, как у Леонардо Ди Каприо. Ди Каприо прошел путь от относительно скромного начала, когда играл роль второго плана в ситкоме «Унзер Лотес Хайм» 1985 и малобюджетных фильмах ужасов, таких как Критас 3, Дайкасл Киллер Комен 1991 до крупного сердцееда-подростка в 1990-х годах, как исполнитель главной роли в таких фильмах, как Уильям Шекспир, Ромео и Джулия 1996 и Титаник 1997, а затем стал ведущим актером в голливудских блокбастерах, снятых всемирно известными режиссерами, такими как Мартин Скорсезе и Кристофер Нолан. Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Эрмелин Ди Каприо, урожденной Эндин Биркин, и бывшего художника комиксов Джорджа Ди Каприо. Его отец имеет итальянское и немецкое происхождение, а его мать, рожденная в Германии, имеет немецкие и русские корни. Его второе имя, Вильгельм, было именем его деда по материнской линии. Отец Леонардо достиг незначительного статуса как художник и распространитель культовых названий комиксов, и даже был изображен в нескольких выпусках American Splendor, культовой полуавтобиографической серии комиксов покойного Харви Пикара, друга Джорджа. Исполнительские способности Леонардо стали очевидны для его родителей рано, и после того, как он подписал его с агентом по талантам, который хотел, чтобы Леонардо выступал под сценическим псевдонимом Лени Уильямс, Ди Каприо начал появляться в ряде телевизионных рекламных роликов и образовательных программах. Ди Каприо начал привлекать внимание продюсеров, которые сыграли ему небольшие роли в ряде телесериалов, таких как «Розанна» 1988 и «Новая леса» 1989, но только в 1991 году Ди Каприо дебютировал в кино в фильме «Критеры». 3. Дайкас Элкеллер Комэн 1991 – малобюджетный фильм ужасов. Хотя Критас 3. Дайкас Элкеллер Комэн 1991 мало что помогло продемонстрировать актерские способности Ди Каприо. Это помогло ему развить свой шоу-ролик и привлечь внимание людей, стоящих за хитом ситкома «Унзер Лотес Хайм» 1985, в котором Леонардо был брошен на роль кузена Оливера молодого бездомного мальчика, который переезжает к Сивертам. Хотя работа Ди Каприо «Унзер Лотес Хайм» 1985 была очень короткой, так как ситком был прекращен через год после того, как он присоединился, это помогло привлечь внимание общественности к Ди Каприо. И после того, как ситком закончился, Ди Каприо начал прослушиваться на роли, в которых он получил шанс доказать свои актерские способности. Леонардо взял на себя самые разные роли в начале 1990-х, в том числе умственно отсталый юноша в Гилберте Грейпе, Эрген Двавайове, 1993, молодой стрелок в Шнелло Олсдер Тодд, 1995, и Наркоман в одном из своих самых сложных моментов. Роли на сегодняшний день, Джим Кэрол в Джимми Кэроле, Инденстра, Эн фон Нью-Йорк, 1995, роль, в которой покойный Ривер Феникс первоначально проявил интерес. Хотя эти разнообразные роли помогли установить репутацию Леонардо как актера, только после его роли Ромео Монтигю в фильме Бас Лурман Уильям Шекспир, Ромео и Джулия, 1996, в котором Леонардо стал именем нарицательным, настоящей кинозвездой. В следующем году Ди Каприо снялся в другом фильме об обреченных любовниках, Титаник 1997, который побил все рекорды кассовых сборов, установленные до того времени, поскольку на тот момент Титаник 1997 стал самым кассовым фильмом всех времен. И укрепил репутацию Ди Каприо как сердцееда-подростка. После работы над Титаником 1997, Ди Каприо в течение ряда лет держался в тени, с ролями в Дермен в Деррейсернен Мейск 1998 и малобюджетным Зэ Бич 2000, которые были одним из немногих его заметных ролей во время этот период. В 2002 году он снова ворвался на экраны по всему миру, сыграв главные роли в фильмах «Поймай меня, если сможешь» и «Банды Нью-Йорка» 2002, его первым из многих совместных проектов с режиссером Мартином Скорсезо. Имея текущую зарплату в 20 миллионов долларов за фильм, Ди Каприо теперь является одной из крупнейших кинозвезд в мире. Тем не менее, он не ограничил свою профессиональную карьеру только сниматься в кино, поскольку Ди Каприо – убежденный защитник окружающей среды, который активно участвует во многих экологических проблемах, и его приверженность этой проблеме привела к его участию в документальном фильме о 11-м часе состояния природной среды. Как человек, прошедший путь от небольших ролей в телевизионных рекламных роликах до одного из самых уважаемых актеров в мире, Ди Каприо сделал одну из самых разнообразных карьер в кино. Ди Каприо продолжал игнорировать условности о типах ролей, которые он мог бы принять, и с его карьеры теперь видит, что он возглавляет все звездные роли в боевых триллерах, таких как «Отбыл», «Унтер Фейндин» 2006, «Шата Айланд» 2010 и «Начало Кристофера Нолана» 2010. Ди Каприо продолжает удивлять публику, отказываясь подчиняться каким-либо клише об актерах. В 2012 году он сыграл злодея с закрученными усами в фильме «Джанго. Освобожденный» 2012, затем трагического литературного персонажа Джей Гэтсби в «Большой Гэтсби» 2013, и Джордана Белфорта в «Волке с Уолл-стрит» 2013. Ди Каприо увлечен экологическими и гуманитарными причин, пожертвовав миллион долларов на помощь при землетрясении в 2010 году. В том же году он внес миллион долларов в общество охраны дикой природы. Том Вулф родился 2 марта 1930 года в Ричмонде, штат Вирджиния, США, как Томас Кеннерли Вулф-младший. Он был писателем, известным по произведениям Дерстов Аус Дем Дай Хельден Зинт, 1983, Феджофер Дерайтл Кейтен, 1990, и за электрик-куль кислотный тест помощи. Был женат на Шейле Бергер. Умер 14 мая 2018 года в Нью-Йорке, США. Супруг, один, Шейла Бергер, 27 мая 1978 года, 4 мая 2018 года. Его смерть, два детей, торговая марка, 1, белый костюм, интересные факты, 5, жил в Нью-Йорке. Двое детей, дочь Александра, 1980 год, сын Томми, полное имя, Томас Кеннерли Вулф, ай-яй-яй. Окончил университет Вашингтона или, среди своих литературных героев считал Чарльза Диккенса и Эмили Золя. Часто носил двубортные белые костюмы и шелковые галстуки. Даже когда опрашивал членов банды и преступников, в начале игры я обнаружил, что для меня нет смысла пытаться смешаться. С таким же успехом я мог бы быть деревенским собирателем информации, человеком с Марса, который просто хочет знать. К счастью, мир полон людей с информационным принуждением, которые хотят рассказать вам свои истории. Личные цитаты 7 о Кэрри Гранте для женщин он, единственный голливудский пример сексуальных джентльменов. И для мужчин и женщин он, единственный голливудский пример фигуры, в которой Америка, как и большинство стран Запада, всегда нуждалась, романтический буржуазный герой. О ресторане Элейн в Нью-Йорке Клейфелкер действительно обозначил это место на карте. Итак, он написал статью для журнала Нью-Йорк. И это все, что потребовалось. Следующее. Что вы знаете, это режиссеры, актеры, телеведущие, такие как Том Браков. Посетив стриптиз-клуб, чтобы изучить предысторию романа, я пожал руки примерно пяти девушкам, только они не пожимают руки. Их приветствие, обхватить вас внутренней стороной бедра. Очень дружелюбный. На мне был галстук. Я полагаю, что больше никто не делал этого. В 1930-е годы писатели журналов действительно могли хорошо зарабатывать на жизнь. В каждом выпуске субботнее «Ивнинг пост» и «Колерс» было по три рассказа. Обычно это были развлекательные мероприятия, и люди действительно их интересовали. Но затем появилось телевидение, а теперь, конечно, информационные технологии. Новый способ убить время. Это заменило вязание и тому подобное. Люди жалуются на мои восклицательные знаки. Но я, честно говоря, думаю, что люди так думают. Я не думаю, что люди думают сочинениями, это один восклицательный знак за другим. А еще у меня есть новое устройство в этой книге Back to Blood. Внутренние монологи ставятся между шестью двоеточиями в начале и шестью двоеточиями в конце. Мне это скорее нравится, если я могу себя похвалить. Когда его спрашивают, читал ли он рецензии на свои книги о «Я притворяюсь, что похож на Арнольда Бинета», британского писателя, который был очень популярен в 20-х и 30-х годах. Его считали легковесным, поэтому он не стал не получить особенно хороших отзывов. Он говорил, «Я не читаю свои обзоры. Я их измеряю. Но если они привлекут мое внимание, я прочту их и перенесу прощи и стрелы невероятной удачи, как и все остальные. Я никогда сознательно, клянусь богом, не писал сатиры. Это слово означает преувеличение слабости человечества. Для меня у человечества есть слабые места. Не надо торопиться». Хоуп Ханафин родилась в Северной Каролине, но выросла в Нью-Йорке, Нью-Йорке и Сан-Диего, Калифорния. Она получила степень бакалавра искусств. С отличием университета Санта-Клары и дипломом магистра искусств. Из Нью-Йоркского университета, Нио. Она создавала костюмы для таких фильмов, как «Казаам», «Бин», «Воздух там» и «Домашний арест». В 15 лет Трентон, уроженец Нью-Джерси, Фред Зара, был барабанщиком панк-роб группы Prisoners of War, выступавшей на Северо-Востоке, в том числе в знаменитой Манхэттинской КББ. К концу 1990-х Фред начал переключать внимание с музыки на производство фильмов. С тех пор он снялся в десятках документальных и повествовательных фильмов как перед камерой, так и за ней. В качестве сценариста и режиссера его фильмы демонстрировались на кинофестивалях в США. Его полнометражный документальный фильм 2009 года «Среднее сообщество», в котором рассказывается о его первых днях в Трентоне, получил награды на фестивалях в Филадельфии, Орландо и Нью-Йорке. В марте 2016 года в Нью-Йорке на Всемирном кинофестивале в Квинсе состоялась премьера повествовательного художественного фильма Фреда «Прочтите меня». В 2019 году Фред выпустил свой художественный фильм «Самоубийство Джеймса Райдера», основанный на реальном самоубийстве одного из его близких друзей в 2001 году. Премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском независимом кинофестивале. Хоуп Ханафин была отмеченным наградами дизайнером балета, оперы и театра, прежде чем сосредоточить свое внимание на кино. В 2005 году она была лауреатом премии «Женщины Нью-Йорка в кино за карьерные достижения, проектирование Голливуда». Хоуп выросла в Нью-Йорке и Калифорнии вместе со своими пятью братьями и сестрами, ее мать – историк искусств Тереза Труит Уиткомп. Хоуп получила степень бакалавра искусств с отличием в университете Санта-Клары и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Жительница Венеции, штат Калифорния, Хоуп в настоящее время является вице-президентом гильдии дизайнеров костюмов, но имеет резиденцию и членство в профсоюзе в Нью-Йорке. Она много путешествует со своим мужем, доктором Робертом Зубером, правозащитником и экологическим организатором. Благодаря появлению Майка в рекламном ролике «Человечество на работе больниц Бэйкэр», он получил право вступить в престижный союз гильдии киноактеров СЭК. Брэдли Боуэн – это само воплощение американской истории успеха. Бросил школу в возрасте 16 лет, предприниматель из Брэдли быстро появился. Преследуя вновь обретенную страсть к серфингу, Брэдли пережил те ранние годы, работая конюхом у бассейна в Дейтона Бич, Флорида. Сегодня, 31 год спустя, Брэдли построил выдающуюся жизнь в качестве всемирно известного профессионального серфингиста, чемпиона мира по карате по чункук да призера джиу-джитсу, предпринимателя, продюсера и актера. Брэдли встретил свою 24-летнюю жену и переключил свое внимание с серфинга на построение жизни, которая поддерживала бы его и его жену Эми. Принимая различные рабочие места в строительной отрасли, Брэдли овладел навыками отделки фасадов штукатуркой и в 1994 году основал свою собственную компанию. Он смог наслаждаться финансовой свободой и начал путешествовать по серфинг-трассам ПРО-М благодаря рождению своей красивой дочери Джейден. В марте 2001 год Брэдли был вдохновлен изучать карате после ссоры на рабочем месте. Будучи человеком решительным, Брэдли начал тренироваться в чункук да карате. Три года спустя он выиграл свой боевой дивизион на чемпионате мира 2005 года в Лас-Вегасе, где получил черный пояс. Его знакомство с джиу-джитсу началось вскоре после этого. Он получил несколько медалей и в настоящее время имеет пурпурный пояс. Дебютировав в кино в марте 2013 года, Брэдли был очарован актерским мастерством и обнаружил, что у него врожденный талант. Благодаря неоспоримой привлекательности на камеру, Брэдли был повышен с фона до главного исполнителя, где он получил право на участие в СЭК в феврале 2014 года. В течение 2014-2015 годов он снимался в крупных блокбастерах в качестве второстепенного актера, а позже получил свою первую роль второго плана как Фрэнк в фильме Он был Рам. Февраль 2016 год. Брэдли впервые получил статус продюсера в качестве помощника продюсера фильма В поисках света. В мае 2016 года он сыграл роль второго плана в роли Виктора Романова и заработал второй продюсерский кредит в качестве сопродюсера фильма Out for Vengeance, который снимался в Европе. Будучи непревзойденным предпринимателем, Брэдли продюсирует фильм по роману Каледонские небеса и работает с известным писателем и режиссером, чтобы возглавить проект, съемки которого состоятся в 2017 году. Это принесло Брэдли его третий продюсерский кредит и возможность в жизни пора работать с уважаемой и известной легендой. Актерская карьера Брэдли Боуэна идет по восходящей траектории очень быстрым и стабильным темпом. Продолжая сниматься в главных ролях в художественных фильмах, Брэдли любит проводить время со своей женой Эми и дочерью Джейден. Как семья, они вместе снялись в нескольких рекламных роликах и поселились в Нью-Смирна-Бич, Флорида. В детстве Рот мечтал однажды оказаться на большом экране. В детстве его мать отвезла его и его брата в местный театр. Это было его время магического одиночества. В 12 лет он писал тексты для музыки кантри. К 15 годам он получил черный пояс по кунг-фу и преподавал в собственной школе боевых искусств. К 19 годам он решил осуществить свою мечту и поступил в агентство актерского мастерства и моделирования в Остине, штат Техас. Неуверенный в себе он быстро сбился с пути и вместо этого работал на разных работах, пока не переехал в Нью-Йорк в 21 год. Его первая профессиональная работа наконец-то появилась через пару лет, когда он получил роль танцора в рекламном ролике Банка. Впервые он был опубликован в 1996 году в жанре документальной литературы о недвижимости. Позже он перешел в художественную литературу, став одним из самых молодых авторов в истории, когда-либо опубликовавших три названия за один год в трех разных жанрах под именем Ротелл, Гриффин. На сегодняшний день он актер, продюсер и сценарист. Он снялся в многочисленных независимых фильмах и рекламных роликах и продолжает свою актерскую, продюсерскую и писательскую карьеру. Когда он находит время, он тренируется в студии актеров в Нью-Эктос Студио по знаменитой технике актерского мастерства Листрасберга. Краткая биография IMDb автор Сиинг. Интересные факты. 9. Родился в Остине, штат Техас. Имеет два черных пояса по двум системам боевых искусств и высокий ранг по третьему. Один из самых молодых авторов в истории, выпустивший за год три книги в трех разных жанрах. В 15 годах начал преподавать боевые искусства в своей школе в Рокке-Маунт, Северная Каролина. Впервые был опубликован в 1996 году в жанре документальной литературы об инвестициях в недвижимость. В 2002 году перерос в художественную литературу. Первой актерской работой была деревенская танцовщица в рекламном ролике «Банка». Тренируется с Карин Браскетт в актерской студии Венью-Эктос Студио в знаменитой актерской технике по методу Листрасберга. Пишет под именем Ротелл, Гриффин. Перешел к драматургии в 2009 году, когда выпустил свою оригинальную комедию «Женщины хотят всего», в котором он написал, направил, сопродюсировал и снялся в главной роли. Личные цитаты, три, одна из моих главных целей в жизни, привнести в этот мир эстетику, принести счастье, мотивацию, вдохновение и развлечение в жизни людей через мое искусство и саму себя. Мне нравится снимать фильмы, только если я могу в них играть, потому что мне нравится творческий контроль над своей актерской карьерой. Производство фильмов дает мне исполнительную власть и ответственность за проект. И владеть чем-либо – это хорошо. Уинстон Хеймс, действующий актер родом из Денвера, штат Колорадо. Он начал свою карьеру с таких съемок, как «Полиция Майами» и «Полицейская академия Ви», когда он учился в колледже в Майами, Флорида. В настоящее время он проживает в Орландо, Флорида, где работает в основном на коммерческом рынке. В прошлые годы он работал над «Морским приключением», «Водяным мальчиком», «Сказкой дельфина 2» и множеством криминальных телешоу для канала Discovery ID. Эндрю Хейлер начал работать в киноиндустрии, когда рос в Южной Африке со своими матерью и отцом. С двухлетнего возраста Эндрю был частью этого сообщества, которое привело его к вступлению в СЭК в 1988 году. С этого момента его карьера выросла и позволила ему работать со многими известными актерами и актрисами. Эндрю следил за своей страстью к театру, преподавая кино и телевидение. С тем же энтузиазмом, который помог ему преуспеть на протяжении всей своей карьеры. Стремление, которое мотивирует Эндрю во всех сферах жизни, дало ему вдохновение, необходимое для достижения новых высот. Будь то оператор, актер или режиссер, страсть Эндрюса к театру проявляется в каждом проекте, в котором он участвует. Когда он не работает, ему нравится проводить время, помогая другим, кто хочет расти и совершенствоваться, благодаря знаниям и вдохновению о киноиндустрии. Его последняя попытка – спродюсировать написанный им фильм, который также является книгой под названием «Дар сердца». Его цель – использовать значительную часть выручки для помощи детям, больным ракам и нуждающимся семьям. Дэвид Джейчин Келли родился в Сиэтле, штат Вашингтон, в семье двух молодых художников. Его отец, Зес Пунман, делал украшения из ложек и вилок, а его мать была художником-портретистом. Его семья переехала в Салем, штат Орегон, когда ему было два года, где он провел следующие 20 лет своей жизни. Будучи маленьким мальчиком, Дэвид пробирался в соседний кинотеатр эпохи Вадивиля, где его вдохновляли играть актеры, которых он видел на экране каждый день. После окончания средней школы Южного Салема Дэвид получил высшую национальную стипендию для посещения Американской музыкальной и драматической академии в Нью-Йорке. Сейчас Дэвид живет во Флориде. Помимо актерского мастерства и пения, его страсти включают в себя катание на Харлее, вождение Тесла, роль отца и следование мира со своей женой Кристой Келли. Мини-биография IMDb автор, анонимный супруг, один Кристо Келли, 16 октября 2011 года. Настоящее время. Два детей, интересные факты, четыре, член профессионального актерского союза Actos Equity Association с 1997 года. Учился в той же школе, что и Йон Хеддер из Наполеон Дайна Майт. Первое появление на национальном телевидении было в журнале The Best of PM магазин в середине 1980-х годов. Они рассказали о бизнесе его отца по производству столового серебра и показали, как Дэвид помогает в мастерской. Однажды, решившись, съел весь пасл из 550 деталей. Мэтт родился в Денвилле, штат Кентукки, и окончил университет Восточного Кентукки. Эко, где стал талисманом университета после того, как брат из братства осмелился пройти прослушивание на талисман школы. Мэтт выступал в качестве талисмана в течение трех лет, прежде чем выиграть национальный чемпионат колледжа по талисману в 1992 году. Мэтт работал профессиональным талисманом в профессиональном хоккее. Ал, до того, как в 1998 году был нанят Tempo Bay Race, чтобы спроектировать, разработать и выступить в роли Рэймонд, талисмана Tempo Bay Race. В 2015 году снимался в теле и кинофильмах, релиз уточняется. Мэтт живет в Тампе, Флорида с женой, двумя сыновьями, двумя собаками и двумя кошками. Татум Прайс, актриса, известная по сериалам Make Love Great Again 2018, Балвилл Коуп 2018 и Die Heldender Nation 2020. Ее театральное образование началось в консерватории Колорадо Спрингс, а летом – в The Second City Chicago. В 2014 году Татум получила степень бакалавра гуманитарных наук в театральной школе им, Гельмириха при Университете Оклахомы. Ее профессиональные достижения достигли за границей, она снимала многоязычные проекты на испанском, французском и японском языках. Уордж, Смит, актер, комик и озвучка, последний раз его можно было увидеть в фильмах «Зоопарк» Нэшвилл, давайте останемся вместе, Бен Ноутис и «Армейские жены», а также в «Макгайвере» и «Правые вещи». Он стабильно работал в течение последних 35 лет, начиная с шоу «Юэсоу», находясь в армии США. За это время многие аспекты его талантов использовались поэтапно. В 1985 году на случайном прослушивании в Нью-Йорке он переехал туда, чтобы изучать актерское мастерство в ХБ-стьюде с легендарными Утой Хаген и Уильямом Хики. 30 лет гастрольных стендап-комиков по стране, заказанные Сэнди Диперной, Риком Миссиной, Денисом Россом, Бобом Шумэчером, Джоуи Новичем, Томом Соблом и Джоном Йодером, к клубам относятся, Панк Линес, Импровс, Фанни Боунс, Лев Стопс, Камеди Зоунс, Коуканадс и Колледжес. Появлялись и легастролировались, Пэт Полсон, Денис Миллер, Адам Сэндлер, Дэвид Спейт, Даррил Хамонт, Джуди Тинута, Рон Уайт Ларри, Кабельщик, Билл Хиггс, Ричард Джинни, Боб Нельсон, Фрэнки Бастель, Брайан Реган и так далее. И до сих пор продолжают выступать. Уорт, гордый член Сагавтра, а также Эктос Эквити Ассоусейшн. Отзывы о фильме «Парни, что надо?» 2020. Фильм привлек мое внимание потому, что упоминался в информации о фильме «Интерстеллар». Якобы Кристофер Нолан не только вдохновлялся парнями, но и специально показал этот фильм актерам, чтобы они лучше смогли понять свои роли. Серьезная ведь заявка на успех. На самом деле этот чрезвычайно затянутый по хронометражу, больше третьих часов, фильм интересен только с технической точки зрения. Что и было в свое время отмечено именно техническими оскарами. В конце попробуйте ответить на вопрос, что хотел сказать режиссер. С одной стороны ответ вроде бы на поверхности, вот они, те самые правильные парни, которые бесстрашно добьются чего угодно. В том-то и проблема. Получается совершенно конъюнктурной, технологическая гонка с русскими и грубоватой производственный ролик. Большой акцент сделан на отсутствие финансирования и обманутые надежды некоторых участников отряда астронавтов. Техническая команда вообще выставлена идиотами, которым настоящие парни-пилоты рассказывают где и как нужно сделать люк в космическом корабле. Весьма специфический взгляд на историю освоения космоса. Во всех этих смыслах гораздо удачнее Аполлон-13, акценты расставлены как надо, роль технической команды показана на достойном уровне, личные переживания астронавтов, групповое взаимодействие. Парни что надо, драматический и познавательный фильм, снятый по одноименной книге Тома Вульфа, рассказывает об истории американской астронавтики с 1947 по 1963 год. Гас Грисом, Гордон Купер, Дэк Слейтон, Джон Глённ, Скотт Карпентер, Аллан Шепард, Уолтер Шира, семь лучших летчиков, ставших астронавтами и добившихся успехов в космосе. Но Филипп Кауфман в своем фильме показал не только астронавтов, но и их семьи и проблемы, с которыми они сталкивались, а в частности непростые и сложные отношения с женами, также внутренние страхи и переживания. Режиссер показал и известного пилота Чака Иегера, который считался одним из лучших пилотов и смог первым в мире преодолеть звуковой барьер. Однако Чак настроен против космической программы и его не берут в отряд, где уже отобрано семеро достойных парней. Фильм показывает нам космическую гонку между СССР и США, американцы, которые упорно желают стать первыми в космосе. Проигрывают эту битву, так как Советский Союз запускает первым своего человека, а точнее Юрия Гагарина, который совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. Все же американцы не теряют надежду, продолжая также упорно трудиться и не отставать. Живая конкуренция и приятная атмосфера делают фильм более зрелищным и интересным. Хронометраж в 193 минуты не делает фильм ни на минуту скучным, ведь проникая в эту прекрасную атмосферу фильма, время летит незаметно. Филипп Кауфман снял вполне достойный фильм, который удостоился четырех наград Оскара. Красивые виды космоса, хорошие декорации, приятная музыка, интересные исторические факты, замечательная актерская игра, все это делает фильм особенным и необычным. А парни ведь и действительно что надо. Фильм открывается довольно объемным прологом. Действие происходит в 1947 году, в Калифорнийской пустыне, на секретной базе летчиков-испытателей, где Чак Егер впервые в истории преодолевает звуковой барьер. Годы бегут. На базу приезжают все новые и новые летчики. Но они вынуждены оставаться в тени старших и более знаменитых пилотов, у тех и слава, и почет, и лучшие самолеты. Время от времени кто-то из стариков разбивается, его фотографию, по традиции, прибивают на стену местного бара. И только тогда в рядах элита возникает вакансия. Так что новичкам остается лишь ждать, когда им предоставит шанс естественный отбор. Но вот вступает в дело отбор совсем иного сорта. Когда на базу приезжают отборщики НАСА, вербующие людей в первый отряд астронавтов, они, конечно же, с порога обращаются к лучшему летчику, Чаку Егеру. Но в ответ слышат, вам ведь не летчики нужны, а обезьяны, чтобы они жарились в ваших консервных банках, где нет даже рычага управления. Ни один уважающий себя летчик не согласится на такую работу. Они и не соглашаются. Соглашаются те, кто готов чуть поступиться уважением к себе, если это открывает новые горизонты. Позавчерашние новички, уже слегка поистрепавшиеся в многолетней очереди за своим шансом. Дальше фильм развивается параллельно в двух направлениях. Мы следим за жизнью астронавтов, за их отбором, подготовкой и долгим ожиданием главной минуты. Они живут словно в золотой клетке, всегда в центре внимания, но лишенные той свободы, которая знакома только летчику-испытателю, естественно, летать им больше не дают. Годами они ждут, по сути, одного полета, в котором действительно от них почти ничего не зависит. И мы следим за жизнью Егера, который в это время продолжает летать и бить рекорды. Только это никому уже не интересно, его испытательные программы теряют финансирование. Все внимание теперь астронавтам. Другие элитные испытатели, может, и жалеют, что проявили тогда такую молодецкую гордость перед отборщиками, но не таков Егер. Он просто будет летать, пока сможет, свобода для него важнее всего. И астронавты, несомненно, настоящие герои, будут в глубине души завидовать ему. Филипп Кауфман, помимо всего прочего, великолепный сценарист, нашел удивительный ракурс для фильма о первом отряде астронавтов. В самом деле, когда садишься его смотреть, ждешь совершенно не такого. Контраст между Егером и астронавтами выстроен мастерски и неоднозначно, нельзя с уверенностью сказать, что кто-то из них лучше или хуже. Смелее или расчетливее, кто-то сделал правильный выбор, а кто-то нет. Все герои, у каждого своя правда, и тем не менее, этот контраст задает сюжету неожиданный объем. И чем ближе к финалу, тем сильнее привкус горечи, который приправлен этот рассказ о сильных духам. Нет претензий к этому фильму, разительно превзошедшему мои зрительские ожидания. Даже трехчасовая продолжительность ему на пользу, редкий случай, когда она абсолютно оправдана. Крайне мало, если вовсе не осталось людей, способных такое снимать, для этого нужно быть сделанным из особого теста, The Right Stuff. Поэтому считаю себя в полном праве поставить фильму. История освоения космоса, это история первооткрывателей, нового времени, бесстрашных летчиков-испытателей. Как и любая история, она имеет свой пролог, здесь эта повесть о достижениях летчика Чака Игера. Именно ему придется испытать предел человеческих скоростей на экспериментальном самолете Ха-1. Его цель – демон скорости, которого он ищет, летая на высоких скоростях. Дальше, быстрее и выше, вот что будоражит покорителей неба. Именно ему удастся раздвинуть условные границы человеческих возможностей. Чак Игер был лучший из лучших, идеальным кандидатом для НАСА, но политика того времени, как и любая политика не идеальна. Для полета в космос на первых ракетах, было отобрано много кандидатов, из разных воздушных частей. Прошли жесткий отбор только семеро. Этот фильм, про них первых астронавтов. Это их советские немецкие инженеры, помогли им вырваться вперед. Ну что вы, сенатор, наши немцы лучше ихних борьба СССР и США на земле и воздухе. Была символична, каждый рвался оказаться в первых рядах. Гонка вооружений, гонка знаний, гонка достижений. Цель сверхдержав – космос. И главный вопрос, кто будет первым? Что вы скажете на то, что русские отправили человека в космос? Первыми. Что тут скажешь? Русские надрали нам зад. Филиппу Кауфману удалось снять. Интересный, трогательный и познавательный фильм о мужественных и крепких парнях, об их дружбе, любви и разочаровании. И пусть вас не смущает, дата выхода фильма – 1983 год. Съемки захватывающих воздушных полетов. Смотреться на одном дыхании. Немало здесь и смешных моментов, которые не оставят вас равнодушными, особенно, сцены подготовки астронавтов. В очередной раз, благодаря фильму я залез в интернет и начал повышать эрудицию. На этот раз в вопросах звукового барьера, в школе к физике и аэродинамике интереса особого не было, и освоение космоса. Фильм «Парни что надо» рассказывает о экспериментальных высокоскоростных полетах американских ВВС и начале освоения космического пространства американцами. К тому же фильм не только хронологически исследует события, но и показывает семьи астронавтов. Если о развитии советской космонавтики, Юрии Гагарине, Германе Титове и других знаменитых событиях я был в курсе, то об успехах американцев я знал лишь об их миссиях на лунную орбиту и поверхность Луны. Теперь белые пятна в данном вопросе я устранил. Фильм «Хорош», причем это не занудная кинолента по мотивам событий, словно ожившая историческая хроника, а вполне живой и резвый с обильным вкраплением юмора. Хронометраж, конечно, можно было сделать и поменьше, в основном лишние сцены с Чаком Игером, который просто теряется, так как причинно-следственная связь его героя с основным действием теряется. Хотя без Игера не было примечательной игры Сэма Шепарда. Вообще актерский состав что надо. Про техническую сторону тоже не буду долго говорить, полученные фильмом технические награды сами скажут все за себя. Звездочка награды звездочка. Американский киноинститут Афи поставил фильм на 19 место в списке 100 самых воодушевляющих американских фильмов. Оскар 4 премии, звук, монтаж, монтаж звука, оригинальная музыка, 4 номинации, фильм, мужская роль второго плана, Сэм Шепард, работа оператора, художник-постановщик. Звездочка рекомендации, смотреть если понравилось. Кто-то мечтает быть капитаном корабля, кто-то водителем, кто-то актером, а у кого-то есть мечта быть покорителем неба. И этот фильм про таких вот замечательных парней, про летчиков и космонавтов. В этом фильме переплетаются их судьбы на тернистом пути к осуществлению их заветного долга перед страной и перед собой. Прежде всего, для них карьера и осуществление их мечты всегда на первом плане, а на втором для кого-то семья, а для кого-то снова небо и самолеты. И если вы мечтали стать летчиком или еще мечтаете стать, то этот фильм специально для вас. Когда смотришь этот фильм, то сразу же погружаешься в эту атмосферу, наполненную тяжким грузом этого нелегкого пути и долгом перед своей страной. Да, этот фильм про тех, кто выбрал этот трудный, но героический путь. В фильме потрясающе красиво показана сама природа, эти пейзажи, сама местность, эта обстановка, где человек как бы становится наедине с природой и эта стихия, где человек бросает ей вызов, под названием небо. Фильм длится около трех с лишним часов, но он просто не может радовать своим настроем и событиями, происходящими в нем. Кроме того, в фильме играют хорошо подобранные актеры. Особенно мне хотелось бы отметить роль Денниса Куэйда и Сэма Шепарда. Просто замечательно сыграли. Да и с музыкальным сопровождением все отлично, ведь композитор – сам Билл Конти. Специфический взгляд на освоение космоса фильм привлек мое внимание потому, что упоминался в информации о фильме Интерстеллар. Якобы Кристофер Нолан не только вдохновлялся парнями, но и специально показал этот фильм актерам, чтобы они лучше смогли понять свои роли. Серьезная ведь заявка на успех. На самом деле этот чрезвычайно затянутый по хронометражу. Больше третьих часов, фильм интересен только с технической точки зрения. Что и было в свое время отмечено именно техническими оскарами. В конце попробуйте ответить на вопрос, что хотел сказать режиссер. С одной стороны ответ вроде бы на поверхности, вот они – те самые правильные парни, которые бесстрашно добьются чего угодно. В том-то и проблема. Получается совершенно конъюнктурный, технологическая гонка с русскими, и грубоватый производственный ролик. Большой акцент сделан на отсутствие финансирования и обманутые надежды некоторых участников отряда астронавтов. Техническая. В очередной раз, благодаря фильму я залез в интернет и начал повышать эрудицию. На этот раз в вопросах звукового барьера, в школе к физике и аэродинамики интереса особого не было, и освоении космоса. Фильм «Парни, что надо» рассказывает о экспериментальных высокоскоростных полетах американских ВВС и начале освоения космического пространства американцами. К тому же фильм не только хронологически исследует события, но и показывает семьи астронавтов. Если о развитии советской космонавтики, Юрии Гагарине, Германе Титове и других знаменитых событиях я был в курсе, то об успехах американцев я знал лишь об их миссиях на луную орбиту и поверхность Луны. Теперь «Белые пятна» в данном вопросе я устранил. Фильм «Хорош». Причем это не занудная кинолента по мотивам событий, словно историческая драма об американской космонавтике и мужественных людях, которые творили историю на глазах. «Парни, что надо» драматический и познавательный фильм, снятый по одноименной книге Тома Вульфа, рассказывает об истории американской астронавтики с 1947 по 1963 год. Газ Грисом, Гордон Купер, Дек Слейтон, Джон Гленн, Скотт Карпентер, Алан Шепард, Уолтер Шира, семь лучших летчиков, ставших астронавтами и добившихся успехов в космосе. Но Филипп Кауфман в своем фильме показал не только астронавтов, но и их семьи и проблемы, с которыми они сталкивались, а в частности непростые и сложные отношения с женами, также внутренние страхи и переживания. Режиссер показал и известного пилота Чака Иегера, который считался одним из лучших пилотов и смог первым в мире преодолеть звуковой барьер. Однако Чак настроен против космической программы и его не берут в отряд, где уже отобрано семеро достойных парней. Фильм показывает нам космическую гонку между СССР и США. Американцы, которые упорно желают стать первыми в космосе, проигрывают эту битву, так как Советский Союз запускает первым своего человека, а точнее Юрия Гагарина, который совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. Все же американцы не теряют надежду, продолжая также упорно трудиться и не отставать. Живая конкуренция и приятная атмосфера делают фильм более зрелищным и интересным. Хронометраж в 193 минуты не делает фильм ни на минуту скучным, ведь проникая в эту прекрасную атмосферу фильма, время летит незаметно. Филипп Кауфман снял вполне достойный фильм, который удостоился четырех наград Оскара. Красивые виды космоса, хорошие декорации, приятная музыка, интересные исторические факты, замечательная актерская игра – все это делает фильм особенным и необычным. А парни ведь и действительно что надо. Фильм открывается довольно объемным прологом. Действие происходит в 1947 году в Калифорнийской пустыне, на секретной базе летчиков-испытателей, где Чак Егер впервые в истории преодолевает звуковой барьер. В воды бегут. На базу приезжают все новые и новые летчики. Но они вынуждены оставаться в тени старших и более знаменитых пилотов, у тех и слава, и почет, и лучшие самолеты. Время от времени кто-то из стариков разбивается, его фотографию, по традиции, прибивают на стену местного бара. И только тогда в рядах элита возникает вакансия. Так что новичкам остается лишь ждать, когда им предоставит шанс естественный отбор. Но вот вступает в дело отбор совсем иного сорта. Когда на базу приезжают отборщики НАСА, вербующие людей в первый отряд астронавтов, они, конечно же, с порога обращаются к лучшему летчику, Чаку Егеру. Но в ответ слышат, вам ведь не летчики нужны, а обезьяны, чтобы они жарились в ваших консервных банках, где нет даже рычага управления. Ни один уважающий себя летчик не согласится на такую работу. Они и не соглашаются. Соглашаются те, кто готов чуть поступиться уважением к себе, если это открывает новые горизонты. Позавчерашние новички, уже слегка поистрепавшиеся в многолетней очереди за своим шансом. Дальше фильм развивается параллельно в двух направлениях. Мы следим за жизнью астронавтов, за их отбором, подготовкой и долгим ожиданием главной минуты. Они живут словно в золотой клетке, всегда в центре внимания, но лишенные той свободы, которая знакома только летчику-испытателю. Естественно, летать им больше не дают. Годами они ждут. По сути, одного полета, в котором действительно, от них почти ничего не зависит. И мы следим за жизнью Егера, который в это время продолжает летать и бить рекорды. Только это никому уже не интересно, его испытательные программы теряют финансирование. Все внимание теперь астронавтам. Другие элитные испытатели, может, и жалеют, что проявили тогда такую молодецкую гордость перед отборщиками, но не таков Егер. Он просто будет летать, пока сможет, свобода для него важнее всего. И астронавты, несомненно, настоящие герои, будут в глубине души завидовать ему. Филипп Кауфман, помимо всего прочего, великолепный сценарист, нашел удивительный ракурс для фильма о первом отряде астронавтов. В самом деле, когда садишься его смотреть, ждешь совершенно не такого. Контраст между Егером и астронавтами выстроен мастерски и неоднозначно, нельзя с уверенностью сказать, что кто-то из них лучше или хуже. Смелее или расчетливее, кто-то сделал правильный выбор, а кто-то нет. Все герои, у каждого своя правда, и тем не менее, этот контраст задает сюжету неожиданный объем. И чем ближе к финалу, тем сильнее привкус горечи, который приправлен этот рассказ о сильных духом. Нет претензий к этому фильму, разительно превзошедшему мои зрительские ожидания. Даже трехчасовая продолжительность ему на пользу, редкий случай, когда она абсолютно оправдана. Крайне мало, если вовсе не осталось людей, способных такое снимать, для этого нужно быть сделанным из особого теста, The Right Stuff. Поэтому считаю себя в полном праве поставить фильму. Кто-то мечтает быть капитаном корабля, кто-то водителем, кто-то актером, а у кого-то есть мечта быть покорителем неба. И этот фильм про таких вот замечательных парней, про летчиков и космонавтов. В этом фильме переплетаются их судьбы на тернистом пути к осуществлению их заветного долга перед страной и перед собой, прежде всего. Для них карьера и осуществление их мечты всегда на первом плане, а на втором для кого-то семья, а для кого-то снова небо и самолеты. И если вы мечтали стать летчиком или еще мечтаете стать, то этот фильм специально для вас. Когда смотришь этот фильм, то сразу же погружаешься в эту атмосферу, наполненную тяжким грузом этого нелегкого пути и долгом перед своей страной. Да, этот фильм про тех, кто выбрал этот трудный, но героический путь.